Наталья, удали мои печалы, Наталья, Наталья В состаренном клипе известного певца этот железный монстр чуть ли не главный персонаж. Чего не скажешь о советских дорогах прошлого века. Тогда на чайке рассекала лишь верхушка партии. На Алтае сегодня такая машина и вовсе в единственном экземпляре. В этом уверен хранитель ретро-коллекции автовокзала Владимир Пономарев. ГАЗ-13 62-го года выпуска попал в его руки в начале нулевых. Мы установить не смогли, кто из спортивных чиновников первый на ней ездил. А история показывает уже, как был передан в Алтайское транспортное управление и передан в таксомоторный парк. Очень негодных, много запасных частей было. Уже год из чайки делают настоящую машину времени, которая вернет владельца в 60-е. Для этого, например, предстоит заново установить коробку автомат. Прежний хозяин почему-то заменил ее механикой. Комплектуют только родным. Крылья, руль, элементы салона искали по всей стране. Чтобы эта птица встала на крыло, потребуется еще пара месяцев. Но полет чайки, говорят мастера, прежним уже не будет. Нету, например, хромированных молдингов вот сюда. На передние крылья нету молдингов. Нету, не хватает очки на передние фары. То есть этих вещей просто нету и негде взять. За уникальность, говорят, в мастерской приходится сильно переплачивать. На завчасти, что удалось достать, уже потратили 700 тысяч рублей. Автомобиль для высших партийных чинов и сегодня удовольствие дорогое. Например, на сумму, за которую приобрели вот этот оригинальный радиоприемник, можно купить еще один полноценный автомобиль, а то и два. Приемник обошелся в 80 тысяч рублей. Возможно, весной чайка прилетит на Барнаульский автовокзал, где уже красовались вот эти автолегенды. И уж точно владельцы обещают показать ее барнаульцам на день города. Может, тогда представительское авто хоть ненадолго станет поистине народным. Екатерина Гаськова и Александр Антропов. Наши новости. Продолжение следует...